Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 28 января. Как всегда, пройдемся по всем знакам зодиакам и вытащим платные карты для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых обнов. Рыцарь. Рыцарь-чаш. Известие, новости, приятный сюрприз, встреча, подарок. Какое-то общение, разговор с кем-то. При разговоре с кем-то вы можете почувствовать поддержку, внимание по отношению к себе. Для кого-то это может быть новое знакомство. Это ваш рюцарь на белом коне явится к вам и здесь будет уделять вам внимание и дарить соплей, комплименты, слова и так далее. Либо, может быть, это друг, знакомый, партнер и так далее. Кто-то, кто будет рядом с вами в этот день, кто будет вас поддерживать, понимать, когда вы можете, может быть, кому-то излить свою душу, что-то рассказать, поделиться своими впечатлениями, эмоциями. Также, может быть, вы что-то будете вместе делать, то, что будет вас вдохновлять и вам будет нравиться. Это хорошая компания с кем-то. Или вы попадете в какую-то компанию, где вам будет очень комфортно. Это какая-то выпивка, может быть, в ресторан куда-то можете, в бар пойти с кем-то. Или это может быть просто общение с каким-то человеком, где нужно кого-то понять, поддержать в какой-то ситуации, дать какой-то совет. Либо, наоборот, когда вы будете чувствовать эту поддержку в свой адрес. Селец. Шестерка. Шестерка мечей. Наконец-то здесь вы плывете к лучшей жизни, к лучшим возможностям. Возникают какие-то перемены. Может быть, для кого-то здесь что-то было непонятным, или, может быть, постоянно были какие-то эмоциональные скачки, или, может быть, какая-то ситуация длилась достаточно долго. И, наконец-то, здесь уже происходит движение вперед. Вы видите прогресс, вы видите свет в туннеле. И вот здесь вы плывете или идете к хорошей жизни, к лучшим каким-то возможностям. Когда вы что-то в своей жизни, наконец-то, улучшаете. Но и при этом вы чувствуете поддержку. Может быть, вы делать будете это вместе с кем-то. Давно вы, например, не решались на какие-то действия или не решались на какую-то поездку. И, наконец-то, здесь вы едете куда-то вместе с кем-то. Это может быть путешествие, это может быть переезд, это может быть новая работа, когда вы меняете свое направление, когда, наконец-то, вы решаетесь принять чье-то предложение. Для кого-то, может быть, здесь улучшение места жительства, или, может быть, вы переезжаете в другой город из-за работы. Или здесь кто-то уходит, уходит или выходит из каких-то отношений или из нелюбимой работы. Потому что человек здесь, наконец-то, уже осознал, что он хочет лучшего, он хочет большего. И поэтому здесь вот такое вот стремление, где вы плывете к лучшей жизни, к лучшим возможностям. И при этом кто-то вам помогает в этом. Здесь еще, может быть, произойдет какой-то прогресс, движение вперед в каких-то событиях, связанные, может быть, с какими-то проектами, с переговорами. Как-никак у нас здесь мечи. Мечи символизируют у нас коммуникацию и общение. Здесь, может быть, наконец-то, какая-то ситуация может разрешиться. Вы начнете видеть какой-то сдвиг в делах. Длизнецы. Десятка. Десятка мечей. Здесь у нас завершение, достижение, кульминация, получение ответа, результата, успех, везение. Может быть, хорошие финансовые вложения. Какие-то события праздничные. Это праздничное настроение или праздник души. Потому что здесь вот происходят какие-то события вокруг вас. То, что вас радует, поднимает вам настроение, вдохновляет. Это семейный праздник. Это когда вы собираетесь в кругу семьи, когда вы отмечаете что-то или делитесь своими достижениями, успехом или какими-то хорошими известиями, новостями. Это может быть поездки, путешествия, переезды. Это может быть новоселье для кого-то. Это вот именно, знаете, когда вы давно стремились к чему-то. И, наконец-то, это осуществляется, получается. И где можно просто порадоваться. Вот здесь вот там быть на седьмом небе от счастья, от чего-то. Веселиться. Это может быть просто вечеринки какие-то или семейные какие-то мероприятия могут быть. Рак. Королева. Королева жертвов. Потому что здесь нужно быть очень целеустремленными, энергичными. Тогда нужно хвататься за что-то, ставить перед собой какие-то цели на день и, конечно же, делать какие-то действия и достигать. Потому что здесь нужно будет брать контроль в свои руки, управлять, проявлять свои какие-то лидерские качества, кому-то что-то говорить, доказывать, отставить свои какие-то интересы, общаться с кем-то, уговаривать кого-то в чем-то, ездить куда-то по делам или, может быть, проявлять свою активность в плане того, что идете на танцы, занимаетесь аэробикой, зумбой или, может быть, в тренажеры ходите или танцами какими-то, но где вы именно активно что-то делаете. Может быть, вы физически делаете это, как концентрируетесь над своим телом, либо, может быть, эта концентрация уходит на свои какие-то планы, на реализацию своих целей. Когда вы хватаетесь и когда вы фокусируетесь, и, конечно же, вы берете на себя свои вот эти лидерские качества, ответственность лидерскую, и проявляете свои лидерские качества, конечно же, во всей красе. И здесь вот можете добиться своей цели, получить какой-то результат. И смысл в том еще, что здесь вы будете считать, что вас достаточно, неважно, поддержат вас или не поддержат. Но настроение здесь должно быть очень хорошее, когда вы мотивируете себя, когда есть энергия, есть цели, когда вы хотите что-то делать. Или, может быть, такой человек будет принимать участие в вашей жизни, который будет вас подталкивать к чему-то и мотивировать на что-то. Лев. Семерка. Семерка жевлов. Здесь быть сильными, храбрыми, смелыми. Отстаивать свои какие-то интересы, права кому-то доказывать что-то, объяснять, заступаться за кого-то, заступаться за свою семью, представлять свои какие-то интересы перед кем-то, высказываться, может быть, даже. Также, может быть, быть в роли защитника для кого-то. Может быть, здесь еще будут какие-то сложные моменты, что-то даваться будет со сложностью, с препятствиями, или будут какие-то вот именно препятствия, ограничения на вашем пути в этот день. Но здесь вы легко их будете преодолевать, потому что вы берете на себя эту ответственность, вы сильные, вы смелые, вы как бы готовы доказать кому-то что-то или отстоять свои какие-то права, и выйти победителем, потому что здесь будет хватать энергия, когда вы не будете бояться. Это еще бесстрашнее, когда вы смело идете напролом и доказываете кому-то что-то или получаете то, к чему вы идете. Дело. Артамаг, старший аркан. Здесь нужно будет что-то начинать, делать какой-то первый шаг, идти смело к чему-то, потому что здесь еще, знаете, когда Вселенная предоставит вам все возможности, все ресурсы для того, чтобы вы воспользовались чем-то или даже, может быть, кем-то для того, чтобы реализовать свои какие-то цели, достичь свои какие-то желания, осуществить что-то. Здесь также вы какой-то опытный специалист, вы что-то очень хорошо умеете делать, может быть, вы умеете хорошо говорить, может быть, вы владеете иностранными языками, может быть, вы айтишник по профессии, маркетолог и так далее, но смысл в том, что вы какой-то опытный специалист, и здесь нужно будет пользоваться своими знаниями, пользоваться здесь то, что вы хорошо умеете делать своим опытом. И здесь ничего не препятствует для того, чтобы достичь и реализовать что-то. Здесь будет уверенность в себе, бесстрашие такое, когда просто, наверное, смело нужно встать, сделать и начать делать какой-то шаг, и все остальное просто пойдет за этим. Вот самое главное, не бойтесь. Если есть у вас какие-то вопросы, или вы хотите чего-то, или начать что-то, вот здесь вот лучше смело идти и начинать, и все получится. Весы, туз, туз пентаклей, известия, новости могут касаться ваших финансов. Для кого-то это кредит, суда, получение каких-то денег, получение финансовой поддержки. Может быть, вы у кого-то просили денежки, но кто-то протянет вам руку помощи. Это может быть рука помощи финансовая, или может быть здесь какая-то поддержка, когда вам нужна помощь чья-то в чем-то, в каком-то деле. Кто-то вам, может быть, физически даже будет помогать в чем-то в этот день. Это, может быть, еще появляются какие-то новые возможности заработать больше и лучше, какие-то возможности получения денег в связи с какими-то новыми проектами. Может быть, вы будете делать какой-то проект, и здесь вы будете иметь какую-то денежку от этого. Либо, может быть, здесь развитие своего дела, своего бизнеса, который начнет наконец-то развиваться и давать вам доходы. Это может быть для кого-то ценные покупки. Покупка недвижимости, покупка, я не знаю, автомобиля или еще чего-то. Но то, что для вас ценное, но что-то дорогое. Это может быть трата для дома. Может быть, вы что-то в доме делаете для своего комфорта и уюта. И здесь нужно, может быть, кому-то оплачивать что-то. Вы когда приобретаете, и вы даете деньги. Или, может быть, вы кому-то будете помогать финансово и поддерживать. Вот такие вот могут быть несколько вариантов. Но здесь зависимости, конечно, от вашей личной ситуации. Скрипион. Карта башни. Что-то может пойти не по плану. Вот здесь какие-то известия, новости, которые вас могут ошокировать. Это как гром среди ясного неба. Какие-то события, которые будут, может быть, непредсказуемы. Здесь нужно менять свои какие-то планы. Что-то переделывать, откладывать или менять даты. Задержки могут быть какие-то в ваших делах. При общении с кем-то это может быть внезапная ссора, конфликтная ситуация. Тогда кто-то будет провоцировать вас на ругань, на скандал. Но здесь, конечно же, эмоции будут зашкаливать. Потому что здесь такой эмоциональный взрыв может произойти. Также ваши какие-то убеждения или то, во что вы верили, может тоже разрушиться, как говорится. Потому что здесь может быть уже не совсем то, то, о чем вы думали, может получиться. Здесь еще нужно быть осторожными. Потому что здесь может быть аварии, поломки какие-то, что-то будет ломаться внезапно. А может быть свет отключат ненадолго. Или может быть электрическое какое-то замыкание произойдет. Вот что-то может здесь такое вот ломаться еще внезапно. И здесь нужно будет чинить что-то. Будьте осторожными с острыми предметами. Потому что это могут быть еще и порезы, ушибы, ожоги могут быть. Так что обращайтесь очень аккуратно с огнем. Также, если вы за рулем, если вы водите машину, или даже если вы пешеход, здесь нужно просто быть внимательными. Если вы водитель, то лучше не превышать скорость. Соблюдайте правила дорожного движения. Потому что здесь может быть что-то внезапно произойти. Чего-то вы можете не углядеть. И здесь может, не дай бог, произойти авария. Так что просто будьте внимательными, будьте на чеку. Стрелец. Туз. Туз жезлов. Новые возможности, новые начинания. Какие-то новые цели появляются здесь. Стремление, пук, желание. Конечно же, вы захотите начать что-то новое. Или, может быть, это какое-то предложение, где нужно хвататься за что-то, где нужно будет действовать, делать первый шаг. Это, может быть, возглавите какой-то проект, пойдете обучаться. Для кого-то это может быть новая работа, свой бизнес. Но то, что вы будете начинать здесь, это даст вам рост, это даст вам прогресс, это даст вам какой-то успех. Самое главное, не упустить возможность охвататься за нее и смело начинать, смело шагать и не бояться. Ставить перед собой какие-то цели, потому что вы легко сможете их достичь. Козерог. Туз. Туз-чаш. Предложение какое-то может быть здесь. Какие-то радостные известия, события. Что-то вас будет радовать. Вот здесь вот что-то будет вдохновлять, наполнять. Эмоции будут просто через край, потому что здесь у нас наполненная чаша. Чаша любви – это может быть романтическое свидание, предложение руки и сердца, новая любовь, новый роман, начало беременности, для кого актуальна эта тема. Это какие-то новые проекты, творческие проекты, обучение. Обучаться будете каким-то новым навыкам, может быть. Или здесь кто-то поможет вам. Знаете, вот чья-то помощь придет. Кто-то протянет вам руку помощи. Либо предоставит вам какую-то возможность. Либо это какое-то предложение, может быть, связано с работой, с учебой. Или это какие-то известия, которые вас могут очень обрадовать. Для кого-то, может быть, даже это как-то исполнение желания, потому что, как-никак, чаша здесь наполненная, потому что это счастье. Это когда мы довольны, мы наполнены. Нам нравится то, что мы будем делать. Это, может быть, для кого-то даже новое хобби появится, и вам оно будет очень нравиться. Или это обучение, или какие-то креативные, может быть, проекты здесь. Или это духовное развитие. Водолей. Карта умеренность, карта спокойствия, карта гармонии, карта стабильности, когда все хорошо, все идет по плану, все идет своим чередом, все получается так, как должно получаться. Здесь не нужно суетиться, торопиться, опережать каких-либо событий, потому что здесь все складывается. Все происходит тогда, когда должно будет произойти. Все развивается в таком нормальном темпе. И здесь, может быть, вы будете искать какой-то баланс в своей жизни. Кто-то будет искать баланс в питании, в финансах, в отношениях. Или, может быть, еще в чем-то. Может быть, вы много работаете, и здесь немножечко нужно будет найти баланс между работой и домом, семьей. Ну, это в зависимости, конечно же, от ваших личных ситуаций. Вот здесь вот что-то может быть, знаете, быть просто уравновешенными, спокойными, спокойствие души, довериться вселенной, и все получится. Рыбы. Шестерка. Шестерка жезлов. Здесь быть на коне, быть лидером, быть триумфатором, быть победителем, преодолевать какие-то сложности, препятствия, завоевывать что-то, побеждать в какой-то ситуации, прогресс, движение, поездка какая-то может состояться. А выступать на публику перед какой-то аудиторией, либо, может быть, это предложение, связанное с карьерными интересами, это карьерные какие-то возможности, или, может быть, это развитие своего бизнеса, который дает вам прогресс, рост. Если вы блогер по профессии, то, может быть, здесь признание публики для вас будет, публичное выступление, когда вам аплодируют, вами восхищаются, но и в то же время ваша семья вами гордится. Ну и, конечно же, вы будете гордиться своими какими-то достижениями, реализацией своих целей, потому что здесь вот именно ситуация может произойти внезапной. Внезапное движение, внезапно что-то начнет меняться, внезапно куда-то нужно будет поехать, внезапный такой сдвиг. Это смена статуса. Статус может поменяться, кто-то родит ребеночка, и здесь вы становитесь родителями, и статус, конечно же, меняется. Либо, может быть, здесь вы возглавляете что-то, например, свой бизнес, отдел, повышение здесь, может быть, для кого-то опять-таки статус меняется, или, может быть, вы выходите замуж, берете фамилию мужа, и ваш статус меняется. Но человек здесь доволен. Доволен то, что будет происходить в его жизни, и что здесь он будет чувствовать себя этим лидером, этим победителем. Успех, потому что здесь будет какой-то у вас. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Я вам желаю удачи, успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы попишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока.